Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем нашу очередную лекцию по математическому анализу. В прошлый раз мы остановились на том, что обосновали формулу Тейлора с остаточным членом в форме пиано. Давайте проиллюстрируем одно применение формулы Тейлора с остаточным членом в форме пиано. Получим следующий признак существования экстремума, функции с использованием высших производных. Итак, следствие условия экстремума. Итак, пусть у нас N натуральное число, функция F дифференцируема N раз в точке A. И выполнено следующее. Первая производная в точке A, вторая производная и так далее до N-1. Точки A обнуляются. А N-ая производная в точке A отлично от нуля. Ну, при N равном единице этих условий, конечно же, нет. Есть только такое условие. Тогда Тогда первое. Если N четно и N-ая производная в точке. Это число отлично от нуля, значит, это либо положительное число, либо отрицательное. Давайте вот посмотрим, если это число отрицательное, в скобочках положительное, то A является точкой строгого, локального, в этом случае максимума, в этом случае минимума. Функции F. Второй пункт. Если N не четно, то вне зависимости от того, какой знак у этого числа, A не является точкой локального экстремума. Функции F. Доказательства. Ну что, применим формулу Тейлора с достаточным членом формы пиано. Прошу вас, коллеги, взгляните, пожалуйста, на соответствующее равенство. Что мы здесь получаем? Что первые N слагаемых обнуляются. Всем видно это? И значит, я могу записать, что F от X тут вот прошу прощения, 3K равном нулю у нас, конечно же, F от A. Про него ничего не известно, так что я записываю вот так. А вот этот промежуток от первой производной до N-1 производной, они нули. И значит, у нас остается только вот такое. плюс O малое от X минус A в степени N. Перепишем. Это означает следующее. Что вот здесь подразумевается? Подразумевается, что остаточный член представим в виде чего? X минус A в степени N на какую-то бесконечно малую. Поэтому я записываю, выношу общий множитель X минус A в степени N. Получаю здесь вот так напишу альфа от X на X минус A в степени N. То есть расписал, где альфа от X бесконечно мала при X стремящемся к A. Тогда тогда у меня найдется положительная дельта, что для любого X из интервала A минус дельта A плюс дельта минус сама точка с проколотой окрестности точки выполнено следующее. Ну, раз у меня альфа от X бесконечно мала, то я выбираю дельта так, могу выбрать, что модуль этого, этой функции не превосходит вот такого числа для всех X из вот этой проколотой окрестности. Еще раз подчеркну, это можно сделать, так как альфа от X бесконечно мало. Ну, все. Поэтому ну, что, коллеги, получается, что вот это значение не может изменить знак вот этого числа. выражения. у меня давайте я запишу. Поэтому для всех X из проколотой дельта окрестности точки А знак знак ну, давайте вот этого вот выражения совпадает совпадает со знаком ну, N факториал у меня натуральное число, поэтому совпадает со знаком вот этого значения. и значит я продолжу и значит я продолжу знак ну, что, коллеги, если я перенесу F от А в левую часть так хорошо остается вот такое выражение на X минус А в степени N но мы выяснили, что знак вот этого выражения совпадает со знаком вот этого числа и значит у меня знак вот такой разности совпадает со знаком вот такого произведения все, уважаемые коллеги фактически отсюда вытекает ну, вот и пункт 1 и пункт 2 давайте это с вами осознаем но вы просто напишите фразу завершающую осталось сравнить знаки со множителей в правой части осталось сравнить знаки со множителей в правой части ну, что, коллеги давайте просто это проиллюстрируем устно что будет если у меня F от N четно и N производная в точке А меньше нуля тогда у меня вот это выражение в проколотой окрестности точки А принимает в силу четности N только положительные значения N производная в точке А отрицательно значит это произведение отрицательно знак минус и давайте с вами посмотрим это означает что у вас F от X минус F от А меньше нуля то есть F от X меньше F от А строго меньше F от А для всех X из проколотой дельты окрестности точки А но это в точности есть определение того что А является точкой максимума F от X меньше F от А строгого локального максимума функции ясно коллеги если у нас N нечетно то у нас это выражение меняет знак в зависимости от того мы находимся справа или слева от точки А значит и здесь выражение меняет знак F от X меньше F от А или F от X больше F от А в зависимости от того справа или слева мы находимся от точки А это означает что А не является точкой локального экстрема функция простой простая иллюстрация давайте мы с вами обсудим следующий важный результат пока у нас формула тейлора получается по определению да мы должны составить многочлен тейлора и записать вот формулы либо в остатку пока форму остаточный член у нас только в одной форме записан форме пиан значит но на практике это не всегда удобно находить по определению хотелось бы например для произведения разложить каждый со множителя потом перемножить соответствующие многочленов вот нужно как-то обосновать этот метод хорошо это дает нам следующая теорема судя по всему номер 13 о единственности разложения значит пусть у нас п 1 от x п 2 от x многочлены степени не превосходящий м если у нас f от x минус п 1 от x есть о малая от x минус а в степени n и f от x минус п 2 от x есть о малая от x минус а в степени n 3x стремящимся к а то это возможно только вот в таком случае когда многочлены p1 и p2 совпадали давайте докажем ну что доказать вот это все равно что доказать что разность есть нулевой многочлены и так положим q от x равны разности поскольку в эту разность я могу добавить f от x и отнять f от x то есть поскольку q от x можно переписать вот так что мы про эти разности знаем знаем что это есть о малые от x минуса в степени n но тогда разность также будет о малых от x минус а в степени n так q от x есть о малая от x минус а в степени n 3x стремящимся к а покажем что многочлен q нулевой запишем запишем его в виде разложим q от x по степеням x минус а и так перепишем q от x в виде и предположим ну противно будем так и предположим что не все коэффициенты циката равны нулю пусть ж наименьший номер такой что с этим номером отличен от поля то есть у нас идут ноль 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 и встретился первый раз когда c житая на x минус да когда c житая отлично от нуля и у нас здесь появится ненулевое слагаемое ц житая на x минус а в степени ж и так поделим равенство q от x есть у мало на x минус а в степени n на x минус а в степени ж и так тогда имеем тогда имеем следующее значит поделил у меня получается вот так вот так и это поделю на x минус а в степени ж будет вот так правая часть правая часть есть произведение бесконечно малой на x минус а в степени n поделю на x минус а в степени ж и получу о малое от x минус а в степени n минус ж и переходя в полученном равенстве к пределу при x стремящемся к а получен ну уважаемые коллеги давайте с вами смотреть что же мы получим здесь я получаю ноль здесь получаю ноль получаю ноль чистый здесь я перехожу к пределу что получаю ноль и значит у меня получается цежи равно нулю получаю что коэффициент c житый равняется нулю но это сразу противоречит тому выбору этого номера а значит мое предположение что какие то коэффициенты цикаты отлично от нуля не выполнить то есть многочленку нулевой что и требовалось доказать но замечательно двигаемся дальше учим два следствия следствие 1 пусть у меня функция f дифференцируема n раз в точке а дифференцируема и выполняется вот такое вот равенство тогда то есть f от x приближается многочленом такого вида степень не выше н с точностью до о малого от x минус а в степени м это возможно при вот таком условии то есть у нас коллеги еще раз по предыдущей теореме такой многочлен будет определен однозначно а мы знаем один такой многочлен который так приближает это многочлен тэйла таким образом отсюда я получаю следствие что вот этот многочлен есть не что иное как многочлен тэйла давайте я запишу это тогда коэффициенты цката это как раз вот такие вот числа коэффициенты многочлена тэйла ну устно мы проговорили как мы получили это следствие это следствие двух теорем предыдущих формулы тэйлора с остаточным членом форме пиана и теоремы единственности разложения применим единственность разложения вот к такому факту к такому вопросу получить разложение самой функции зная разложение производной итак следствие два пусть у меня производная f дифференцируема n плюс 1 раз в точке а и пусть производная имеет вот такое разложение тогда тогда можно получить разложение самой функции так как я предположил что она n плюс 1 раз дифференцируема то разложение это будет до n плюс 1 порядка вот так замечательно давайте докажем ну что по предыдущему следствию по следствию 1 я могу сказать как у меня выглядят коэффициенты производной как эти цикаты разложения да тейлоровские коэффициенты производной значит это цикаты есть ну что коэффициенты производной вот этой функции правильно итак ты шоу штрих коэффициенты производная в точке а на кофакториал каффициенты или да равносильно что коллеги что здесь стоит катое производная от первой производной но это производная к плюс первого порядка итак к плюс первая производная в точке а есть просто к факториал на цк все это у нас с нуля до м замечательно коллеги я нашел значение производных вот такого порядка начиная с первой и заканчивая м плюс первой для функции тогда я могу восстановить формулу тейлора восстанавливаю тогда у меня f от x есть что такое ну тут у нас выпадает одно значение отдельно его напишу ну а дальше поехали вот так записывается формула тейлора с остаточным членом в форме пиана для функции f от x вот так нужно сказать записал формулу тейлора с остаточным членом формы пиана для функции f от x ну а теперь исходя из вот этого равенства я же нашел значение производ могу подставить сюда и получить что коллеги так только я здесь надо же тот же порядок да производный коллеги все понятно вот замечательно ну теперь просто подставляю и к факториал поделить на к плюс 1 факториал даст как раз множитель к плюс 1 знаменатель тогда и значит f от x есть f от а плюс к 0 до n c к на к плюс 1 на x минус а в степени к плюс 1 плюс о малое от x минус а степени плюс 1 все это при стремящемся к а то что и требовалось доказать коллеги мнемоническое правило вот у нас есть разложение производной как получается разложение самой функции с точностью до константы это есть выражение получено формальным интегрированием правильно вот этого слагаемого то есть неформально говоря f от x получено ну вот такой процедурой где у меня заменяется коэффициент на вот такой вот выражение такого на первообразный этого слага ну а мы в доказательстве никак об интегрировании не говорили обошлись одними производными ну вот полезно такую трактовку иметь в виду хорошо уважаемые коллеги давайте двигаться дальше проиллюстрируем давайте проиллюстрируем полученные теоремы получим стандартные разложения так поехали ну давайте такое замечание не замечание формула Тейлора с центром в нуле про А говорят центр разложения то есть формула Тейлора при А равном нулю называется формулой Маклорова итак давайте я это запишу в частном случае если у меня функция f n раз дифференцируема в точке 0 то тогда у меня формула Тейлора переписывается вот так более компактно и такой вид называется формулой Маклорена функции f с остаточным членом в форме пиана давайте получим основные разложения разложения ну основных элементарных функций да по формуле Маклорена и так нужно нам запомнить следующие пять разложений поехали если у нас f от x экспонента что мы тогда должны с вами проверить ну что по определению делаю нахожу катую производную этой функции в нуле ну у нас дифференцировать экспоненту одно удовольствие следовательно у меня катая производная в нуле этой функции равна значение экспоненты в нуле то есть единицы и значит мы получили с вами первое разложение давайте я вот так запишу его коллеги все ли здесь ясно хорошо пусть у меня функция f является функцией синус что я могу здесь сказать ну давайте с вами посмотрим как выглядит n-ная производная функции синус один раз дифференцирую что получаю косинус косинус можно записать вот в таком виде второй раз дифференцирую получаю минус синус минус синус можно записать вот так ну значит по индукции не значит а по индукции доказывается что у нас есть вот такое вот равенство значит n у нас любое натуральное и при нуле тоже и так тогда у меня выполнено следующее поэтому я имею вот что что будет если у меня n четное число ну тогда у меня здесь в точности будет здесь ноль у меня а здесь у меня что будет число кратное пи ну синус тогда у нас ноль значит значение четных производных в нуле равны нулю ну давайте найдем значение производных нечетного порядка в нуле ну это просто у нас будет ноль а здесь один раз пи пополам вытащить можно будет вот так коллеги посмотрите все ли здесь я правильно написал хорошо двигаемся дальше ну смотрим что нам какое значение при к равным нулю это единица при к равным единице это минус единица единица минус единица единица минус единица минус единица в степени к хорошо коллеги перейду сюда ну запишу разложение синуса так коллеги двигаюсь только по нечетным да степеням к и в этот раз получаю минус единицу в степени к итак здесь у меня надо поделить на соответствующий факториал факториал будет 2 к плюс 1 записал на х в степени 2 к плюс 1 я я записал разложение до какого порядка до у малого от х в степени ну что я тут последним получаю 2n плюс 1 пишу 2n плюс 1 а теперь внимание вопрос коллеги всем ли понятно что у меня функция бесконечная дифференцированная функция синус бесконечная дифференцированная я могу производным находить любого порядка значит это я могу продолжать как далеко как мне нужно так если я хочу здесь увеличить порядок то тогда я должен вставить еще одно слагаемое какого вида ну понятно 2n плюс 2 в нуле ну стоп это же 0 то есть я сюда еще 0 как бы добавил то есть мы за просто так можем здесь поднять на единичку порядок разложения коллеги вот это вот понятно как я здесь увеличил хорошо это все при стремящемся к нулю ну давайте запишем третье разложение и отдохнем итак ну то же самое аналогично доказывается для косинуса ну и здесь за просто так поднимаю на единичку порядок разложим четвертое разложение разложение степенной функции ну у нас может так получиться что в нуле там будут отрицательные степени тогда в нуле не будет разложения я тогда перенесу разлагаем и к степени альфа в единице это все равно что разложить вот такую функцию в нуле раз я помогу итак раскладываем вот такую степенную функцию раскладываем степенную функцию то есть что мы с вами знаем мы с вами знаем как выглядит ката производная очень просто да при первом дифференцировании у меня вылезает альфа при втором альфа минус 1 при катом альфа минус к плюс 1 на х в степени на 1 плюс х в степени альфа минус к давайте введем следующие выражения положим альфа по нулю единицей и с из альфа по к коллеги вот это выражение встречается при ну преобразовании бинамиального коэффициента правильно после сокращения там на минус ну на факториал внизу в числителе будет вот такой выражение поэтому я могу смело назвать вот такое вот выражение c из альфа по k положим тогда у меня значит это мы получим и значит у меня k производная в нуле этой функции есть что c из альфа по k на k факториал так коллеги и значит разложение 1 плюс x в степени альфа будет вот таким все ли здесь ясно ну да значение к этой производной надо поделить на к факториал ну поделить давайте в частности в частности что будет если я рассмотрю показатель альфа равный минус единице тогда мне здесь что нужно сделать коллеги помогите минус единица минус двойка минус k выношу минус и за скобку будут у меня минус единичка в степени k а что останется 1 на 2 на 3 на k но это k факториал k факториал с k факториалом сократится получится дальше единичка на x в степени k плюс k 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 была похожей геометрической прогрессии так коллеги все здесь пока ясно замечательно давайте с вами обсудим еще одно разложение куда бы его здесь включить ну давайте я вот сюда включу Пятое разложение. Если у меня функция f от x есть логарифм от 1 плюс x. Ну почему такой именно 1 плюс x? По тем же соображению, что и для степенной функции мы переносим в точку, где производные у нас определены. Итак, хорошо, что же я имею? Я имею следующее. Ну, во-первых, давайте с вами посмотрим, какое значение производной. Давайте так, f от x. Хорошо, давайте я так запишу. Значение функции в нуле какое? Логарифм единицы, это 0. Давайте с вами посмотрим, как у меня ка-то производная при натуральных ка выглядит. Ну, очень просто, да? Это все равно, что взять к-1 производную от производной. Так? А производная будет какой вид? Это же степенная. Правильно? Значит, я должен степенную продифференцировать k-1 раз. Ну, потому что мы уже получили, я здесь имею вот такое вот вид. Так, k-1 факториал на x1 плюс x в степени k. Хорошо? Ну, в нуле, да? Да, тут я подставляю, давайте я вот так напишу, при x, при x равном нулю, подстановку тихо. Итак, и значит, я получаю разложение. Получаю разложение. Так, при k равном нулю получаю нулевое слагаемое. Дальше идут слагаемые вот такого вида. И делится это все на k факториал. k-1 факториал в числителе, k факториал в знаменателе дадут нам просто k на x в степени k плюс o малой от x в степени n при n, стремящемся к 0. Так, коллеги, вот то, что мы с вами должны знать. 5 стандартных разложений. Можно к ним добавить еще парочку. Давайте это сделаю. Ну, уже оформлю как примеры. Итак, примеры. То есть первое. Ну, можно рассмотреть функцию гиперболический синус. Это у нас по определению вот так. И функцию гиперболический косинус. Ну, легко понять ровно так же, как мы получали разложение синуса обычного и косинуса. Или другим способом, зная разложение экспоненты, я сюда подставляю и привожу подобные. Два способа получить. В любом случае, мы приходим к одному ответу по теореме единственности. К какому ответу? Да вот к такому. Чем? Да, мнемоническое правило. Если у разложения обычного синуса здесь идет чередование знаков, то у гиперболического нет чередования знаков. То есть просто у нас единица на 2 в степени k плюс 1 факториал на x. Я сюда напишу. x в степени 2k плюс 1. Плюс O малая от x в степени 2n плюс 2. И разложение гиперболического косинуса. Это повторяет разложение обычного косинуса без чередования знаков. Ну вот, пожалуйста, можно тоже считать эти разложения стандартными. Коллеги, ясно? Так. Так тут говорят, все ли я правильно посчитал. Давайте здесь у меня натуральное. Значит, при первой производной я должен получить 1 на x в степени 1. Ну, вроде бы правильнее, да? Да, вроде так. Коллеги, двигаемся дальше. Я хочу проиллюстрировать вот второе следствие. Давайте это сделаем. Но мне придется убрать. Давайте я здесь уберу. Так, уважаемые коллеги. Так, что мы продолжаем, да? Давайте получим разложение арктангенса. Так. Что я знаю? Я знаю вот это. Правильно, коллеги? Теперь вопрос. Могу ли я получить разложение 1 поделить на 1 плюс x в квадрате, зная вот это разложение? Тогда, ну, коллеги? Давайте я запишу, а вы осознаете, все ли здесь корректно. То есть минус единичка в степени k на x в степени k. Подставил 2k плюс o малая от x в степени 2n. Оставим тут. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, могу ли я записать вот такую артестру? Зная вот это. Ну, пожалуйста, давайте я вот здесь буковку изменю. Неважно. Коллеги, всем ли видно, что здесь на самом деле по-другому записан предел? Эта запись скрыта вот здесь. Что такое o малая? То есть вот такая разность есть o малая от y в степени n. А это что означает? Это означает, что вот такая вот дробь стремится к нулю при y, стремящемся к нулю. Правильно? То есть здесь у меня записан предел при y, стремящемся к нулю. Могу ли я сделать в этом пределе замену y, положив равным x квадрату? Ну, для этого я должен воспользоваться каким-нибудь свойством. Ну, например, свойством предела композиции. Мне нужно, чтобы это было как согласование баз. Верно ли, что если у меня y равно x квадрату, то при x, стремящемся к нулю, y стремится к нулю? Верно. И нужно еще одно свойство. y не должен обнуляться в проколотой окрестности нуля. Но если у меня x лежит в проколотой окрестности нуля, то x квадрат лежит в проколотой окрестности нуля. Не равен нулю. Оба у меня пункта выполнены, поэтому я могу сделать предельный переход. воспользоваться свойством предела композиции и вместо y подставить x квадрат. x квадрат x квадрат в степени n все это при x, стремящемся к нулю. Получить вот такое. А вы согласны, что вот то, что здесь записано, такая вот нробь. Это другая форма записи вот этого выражения. Итак, давайте сделаем обоснование по свойству предела композиции. в предельном переходе по свойству в равенстве 4. Уважаемые коллеги, вот этот момент ясен. Я готов еще повторить. То есть четко нужно уяснить, что вот эти все записи с о малым это другая форма записи предела. И если я хочу сделать ну какую-то подстановку в разложении, это все равно, что я должен сделать замену переменной под знаком предела. Ну, следим за выполнением соответствующих условий, получаем нужный результат. А теперь, внимание, вопрос. Коллеги, всем ли видно, что эта функция четная? Производная четной функции нечетная. Правильно? Значит, у меня по индукции что здесь доказывается? Что у меня всякая производная четного порядка будет четной, а нечетного порядка нечетной. Итак, если я рассмотрю, хочу получить разложение на единичку больше, то тогда я сюда должен записать, что производную 2n плюс первого порядка. Это производная нечетного порядка от четной функции. Она будет нечетной. Так какое у нее значение в нуле? Ноль. Ну, значит, сюда добавляется ноль, и опять я запросто так могу здесь переписать единичку. Хорошо, коллеги, все. Обосновал. Теперь, внимание, да? По следствию 2 я могу восстановить разложение артангенса. Коллеги, помогите, как выглядит разложение артангенса. Разложение, да, значение в нуле, артангенс в нуле какое? Ноль. И дальше идут вот эти вот, да? Я должен что? Формально проинтегрировать разложение, полученное выше. Ну, пожалуйста. Итак, здесь ноль первое значение, дальше все получается вот так. Минус единичка в степени к на так запишу. Минус единичка в степени к на к плюс 1 и к степени так, плохо 2к плюс 1, а тут 2к. Пойдет? Так, плюс о мало от и к степени 2н плюс 0. Ну вот, коллеги, поздравляю. Вроде основные приемы я повторил с вами, как нужно рассуждать, чтобы получать те или иные разложения. Двигаемся дальше. Давайте еще один пример рассмотрим. Чисто практическая задачка применить применение формулы Тейлора при подсчете пределов, при вычислении пределов. Ну, давайте здесь какой-нибудь конкретный пример возьмем. давайте синус x или вот так 2 давайте вычислим этот предел. Что лежит в основе подсчета предела? Нужно выделить главную часть, как говорят, числителя и знаменатель. А именно, пусть у меня числитель это функция f, а знаменатель функция g. Нам нужно записать f от x вот в таком виде. Так, коллеги, всем ли видно, что значения функции f в нуле и функции g в нуле равны нулю? То есть это неопределенность вида 0 на 0. Поэтому у меня будет какое-то разложение и встретиться первый раз наименьшее n, при котором a будет отличной от нуля. И g от x первый раз встретится какое-то натуральное n, такое, что b будет отлично. Ну вот. А дальше мы представив вот в таком виде посмотрим и просто сведем вычисление предела к вычислению отношения вот таких многочленов. хорошо нам известно как делать. Так что реализую это использую формулу Тейлор. Итак, ну с чего начинать? С разложения числителя и знаменателя. Я так скажу, разлагайте того, с чего проще. Ну здесь вроде бы одинаковые сложности, неважно. Давайте с числителя я начну. Разложение синус. при каком наименьшем номере у меня будет здесь отличный отнулячный. Всем ли понятно, что у меня функции нечетные? Поэтому разложение и синуса и х на косинус х пойдет по нечетным степеням. А значит у меня нулевого слагаемого нет, ноль. Дальше идет. Первого синус разложения начинается с х разложение косинуса начинается с единицы, разложение х на косинус начинается опять с х. Х и уходят. А дальше у меня что? При второй степени я знаю, что у меня будет заведомо ноль. Ну тогда гипотез. Давайте посмотрим, что там будет при х кубе. Итак, разлагаю синус до х в кубе, до третьего порядка. По формуле, которая написана вот там слева, давайте покажем. Я имею следующее. х минус х кубе на 3 факториал. 3 факториал 6 плюс о малое от х кубе. Продолжаю. Разложение функции х на косинус х. Дальше разложение косинуса 1 минус если у меня х уже присутствует, до какого порядка я должен разложить косинус, если я в итоге хочу попробовать разложить в итоге до третьего порядка. Мне достаточно разложить до второго. и при домножении на х я получу х кубе. Смотрим. Покажите, пожалуйста, разложение косинуса. Как идет? Значит, при к равном нулю здесь получаю единичку. Следующий будет при к равном единице что у нас минус на 2 факториал. Так? х квадрат на 2 факториал 2 плюс помалое х квадрат. В итоге я получаю вот такое вот разложение. Коллеги, выделил я в числителе главную часть. Да. Всем ли видно, что у меня коэффициент при х кубе у разности этих функций будет отличен от нуля? Здесь у меня стоит что? Минус 1 шестая х кубе. Так? Здесь у меня будет минус минус 1 вторая. То есть плюс 1 вторая на х кубе плюс умалое х кубе. Это у нас 1 вторая минус 1 шестая. Что там будет? 1 треть х кубе плюс умалое х кубе. Итак, я получил разложение числителя. Ну, двигаюсь дальше. Пробую до до третьего порядка разложить функцию g. Первое слагаемое. Я на двойку должен домножить разложение гиперболического синуса. Такое же, как разложение синуса, только везде будут знаки плюс. х плюс х кубе на 6 плюс умалое х кубе. 2х плюс х кубе на 3 плюс умалое х кубе. При х стремящемся к нулю. Так, и разложение арк тангенса 2х. Ну, мы знаем разложение арк тангенса. В него достаточно, я обоснование уже вам объяснил, как это делать, подставить сюда вместо х 2х. Что я получаю? Итак, поехали. При х равном нулю, что я здесь получаю? х. Так, разложение арк тангенса начинается с х. подставляю вместо х 2х получаю 2х. Следующее слагаемое какое? При х равном единице здесь получаю минус, минус поставил, дальше идет тройка, всем видно, а здесь х степени 3. Ну, вместо х я подставляю 2х. Итак, минус 2х степени 3 поделить на тройку плюс внимание вопрос. Я должен сюда подставить до третьего порядка что? Что я должен записать? 8 на х о мало от 8 на х кубе. Но мы в прошлый раз обсуждали, что до умножения о малого класса представителем о мало от с на х степени н дает представитель того же класса. Поэтому что с восьмеркой, что без это представитель вот такого класса. То есть я здесь восьмерку убрал. Итак, хорошо, коллеги. Итак, 2х минус 8 третьих х кубе плюс о малое от х кубе. все это при х стремящемся к нулю. Итак, завершаю. Что я здесь получаю? Разложение знаменателя. Да, вижу теперь, что у меня коэффициенты при первых степенях уходят, как и было изначально. Мы с вами это как-то увидели. А вот до третьего порядка мне оказалось достаточно, потому что коэффициенты при кубах различны, и значит у меня главная часть будет выделена. b отлично от нуля при m равном трое. Итак, записываю что? Вычитаю коллеги, что там одна треть минус минус да, минус минус да, минус минус 8 третьих. Это будет у нас 9 третьих тройка что ли? Итак, значит это будет 3 на х кубе плюс о малое от х в кубе. Итак, продолжаю. Коллеги, видно тут все понятно? Хорошо, давайте я продолжу равенство. Итак, предел в числителе. Что я здесь в числителе получаю? получаю вот такую главную часть. Здесь получаю вот такую главную часть. Ясно, коллеги? хорошо. Мы живем в проколотой окрестности, поэтому на х кубе я могу поделить числитель и знаменатель. Здесь я получаю предел при х стремящемся к нулю. От чего? 1 треть плюс... Коллеги, а что здесь стоит? Здесь стояло произведение бесконечно малой на х кубе. После сокращения на х кубе остается бесконечно малой. Плюс о малой от единицы. Вот так. Бесконечно малой. Здесь по тем же соображениям остается... Перехожу к пределу при х стремящемся к нулю. У меня предел знаменателя тройка отличен от нуля. При числителе одна треть. Тогда существует у меня предел отношения, равный отношению пределов. Одна треть на три. Одна девятая. Коллеги, все здесь ясно? Ну вот вам предстоит так сказать этот это отработать. Много вам придется вычислять и в домашнем задании, и на предстоящих мероприятиях в письменном экзамене. семестровой будут у вас обязательно задачи такого рода. Ну все, коллеги, поздравляю. На этом я что хотел здесь рассказал. Остался вот какой вопрос неизученным. Остался вот какой вопрос неизученным. Да, если вы посмотрите на формулу Тейлора с остаточным членом в форме пиана, то что же это у нас за формула? Надо четко осознавать, что это локальная формула. А именно, что там говорится? Остаточный член стремится к нулю быстрее, чем х-а в степени н при х стремящемся к а. Но в какой момент у вас достигается та или иная малость формула Тейлора не говорит предел ноль. А вот когда там меньше одной сотой, когда вот конкретное значение rn от x при конкретном x, она не говорит насколько мало. Поэтому в некоторых таких вычислительных моментах очень важно знать размерность окрестности, на которой точность достигается. То есть мы должны получить остаточный член в глобальном виде, то есть не просто что у него предел ноль, а какую-то оценку глобального значения. Есть такой момент теорема следующая 14 остаточный член в форме Лагранжа. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. хорошо. Пусть у меня n натуральная, функция f дифференцируема n плюс 1 раз. До этого у нас разговор шел в точке, теперь я записываю n плюс 1 раз на каком-то тут невырожденном интервале. Открывает. И пусть у меня точка А какая-то точка в этом интервале. Тогда для любого х из интервала альфа-бета когда х не совпадает А найдется такая точка С лежащая между А и х что будет выполнено следующее f от х равно записываю многочлен Тейлора в точке А а теперь мне нужно записать остаточный член. Так вот остаточный член может быть записан вот в таком виде. Ну вот коллеги такая тяга. Ну расшифруем то есть остаточный член записывается вот так для некоторой точки С лежащей на интервале с концами х и а. как видно это оценка глобальная да ну такая такая запись глобальная для любого х такая точка найдется то есть никакого здесь предельного перехода нет вот этого четко осознал ну что давайте докажем так докажем это утверждение так ну что там у нас по времени ух 4 минуты тогда давайте я вот здесь такое экономное доказательство несколько немного такое олимпиадное но зато мы за просто так его сейчас получим быстро и аккуратно ну наверное трюк здесь все-таки укажите день все в скобочках так неформально укажите что трюк двоеточие нужно сделать сделаем точку а переменной сделаем точку а переменной теперь давайте я реализую то что сказал итак ну зафиксирую зафиксирую точку а и х из интервала пусть для определенности х у меня не равно а пусть для определенности ну больше там пусть для определенности х у меня строго больше а итак рассмотрим две функции фиат х фиат т да я сказал коллеги как я обещал это просто делаем многочлен тейлор с переменной а то есть получая вот такую такую вот тут на один факториал давайте не буду записывать так двигаюсь дальше n производная по t на n факториал на х минус t в степени n коллеги понятно как устроена фи так ну и пара к ней вот такая х минус t в степени n плюс 1 что мы про эти функции знаем тогда функции фи и пси всем ли видно что они дифференцируемы на отрезки с концами а х могу я это продифференцировать но могу у меня функция по условию n плюс 1 раз дифференцировать а здесь пока задействована n производная еще один раз я могу продифференцировать на всем альфа-бета ну а значит в каждой точке вот этого хорошо ну про это я вообще молчу хорошая функция так давайте с вами посмотрим тогда фи и пси дифференцируемы на b посчитаем производную я утверждаю что должна у фи быть красивая производная давайте с вами посмотрим ф штрих от t плюс здесь дифференцируется как произведение давайте я аккуратно здесь запишу вот так и вот так коллеги всем все увидели продифференцирую так последнее слагаемо дифференцирую так как опять как произведение что здесь будет n производная еще раз дифференцирую n плюс первая производная от t на n факториал на x минус t в степени n минус минус что коллеги надо продифференцировать вот это если я дифференцирую здесь то получаю n производная от t на n минус 1 факториал так на x минус t в степени какой степени коллеги n минус 1 все правильно посчитал так замечательно а теперь видим что у меня слагаемое сокращается с первым слагаемым следующей скобки ясно да коллеги и так и так сокращение сокращение ух остается только и так производная у нас n плюс первого порядка от t на n факториал на x минус t в степени n так значит производная вот такая и давайте завершу производная psi от t какая у нас будет коллеги производная будет n плюс 1 так минус минус n плюс 1 на x минус t в степени n и мне важно что это так правильно я посчитал коллеги так мне важно что это отлично от нуля на интервале с концами а x ну все поздравляю коллеги теперь осталось применить вот здесь выкладки все были ясны ну и завершаю давайте с вами посмотрим по формуле по теореме Каши о среднем у нас найдется эти символами найдется точка c из интервала а x такая что что ну тут будет запишу формулу пи от x минус пи от а равно фи штрих от c на пи штрих от c коллеги вот я записал формул формулу Каши о среднем а теперь давайте с вами посмотрим как здесь запишется и так ну прошу вас давайте с вами посмотрим как будет у нас записана разность фи от да как будет что если я будет представлять фи от x все эти скобки обнулятся когда я вместо t подставлю x остается f от x пишу f от x или это то же самое что f от x когда подставлю а получаю многочлен Тейлора так коллеги дальше подставляю в формулу psi вместо x получаю подставляю 0 а здесь минус x минус а в степени n плюс 1 ну теперь со штрихами производную мы посчитали такая красивая производная вот так нам дает только c здесь n правильно коллеги я так должен правильно поставить так хорошо и теперь подставляем в производную здесь будет минус n плюс 1 на x минус c в степени n вали трали трали вали получаем это у нас что такое rn от x так здесь у нас получается минус на минус убираю вот так эти у меня посокращались так как у меня c из интервала это все отлично от нуля убрал ну и получаю n производная в точке c n факториал на n плюс 1 n плюс 1 факториал а здесь ну вот это осталось x минус а в степени n плюс 1 пойдет коллеги все поздравляю теорема доказана ну давайте сейчас чтобы я потом не вспоминал замечание сделайте замечание изменяя функцию psi изменяя функцию psi можно получать остаточные члены в других формах можно получать остаточные члены в других формах например давайте возьмем вместо функцию вот такую t минус x что будет если я такую функцию возьму как у меня тогда у меня остаточный член как запишется тогда остаточный член у меня запишется вот так здесь коллеги помогите что у меня здесь будет подстановка x даст 0 подстановка даст ну короче здесь будет стоять x минус a так вот здесь у меня будет единица производная а здесь будет вот так и значит остаточный член у меня записывается вот так x минус c в степени n на x минус а напишите остаточный член форме каши вот это называется ну оказывается что это иногда полезно иногда формула лагранжа остаточный член форме лагранжа не так дает не совсем удобно оценку а вот удобно пользоваться другим и так коллеги все поздравляю а на этом лекция завершена всего доброго